Формирование гражданского общества – одна из важнейших стратегических задач государственной политики. Более чем за 30 лет неправительственные организации Североказахстанской области показали свою значимость в решении этого вопроса. Сегодня в СКО зарегистрировано 482 неправительственные организации. НПО области активно работает в сфере социальной защиты населения, образования и спорта, молодежной политики и защиты прав детей, гендерных проблем, охраны окружающей среды, пропаганды здорового образа жизни и защиты прав граждан. Только за последние два года на проведение социально значимых проектов в рамках региональных программ было выделено свыше 400 миллионов тенге. А по линии районов области города Петропавловского около 183 миллиона. НПО в регионе планирует реализовать 97 социальных проектов. Большой вклад в развитие страны вносит и Гражданский альянс Казахстана, который является одним из крупных республиканских объединений. Сегодня на семинаре представили нового председателя Гражданского альянса СКО Диляру Жумагулову. Она рассказала об основных направлениях деятельности концепции развития гражданского общества. Первое – это создание благоприятных условий для развития гражданского общества и его институтов, в том числе и общественно-политической сфере. Второе – поддержка и развитие гражданской активности населения. Третье – повышение уровня участия граждан и институтов гражданского общества в процессе принятия решений и управления государственными делами. Четвертое – укрепление потенциала институтов гражданского общества. Пятое – вовлечение гражданского общества в имплементацию целей устойчивого развития ООН в Казахстане, то есть реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне. Основа нового Казахстана – это в первую очередь трансформация гражданского общества. Областной филиал Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» вносит свой вклад. В нее входит областной городской совет ветеранов, 13 районных советов, 596 первичных ветеранских организаций. По инициативе наших комиссий, постоянных комиссий, клубов, мы проводили вот эти годы очень много ярких, содержательных, интересных мероприятий с привлечением наших ветеранов, людей старшего поколения. 22-й год он был посвящен 35-летию ветеранского движения нашей страны. Были приглашены в филармонию, это с районных советов. Было более 500 участников с депутатским корпусом, провели от всей души. Также с приглашением многодетных матерей, активистов ветеранского движения, тружеников тыла. Конструктивный диалог между властью и обществом – то, что важно сегодня. В сентябре текущего года планируется проведение гражданского форума, на котором обсудят актуальные проблемы общества. Напомним, 27 февраля отмечается День НПО. Сегодня такие организации есть в каждом регионе страны. Всего их насчитывается более 27 тысяч.